Мне дома скучно стало, не хочется играть, хочу скорее учиться и первокласской стать. К этому дню они готовились вместе с родителями, волновались и переживали, ведь 1 сентября для первоклассик открылась дверь не только в школу, но и в новый мир, новую жизнь, где будут уроки и оценки, переменки и друзья, важные старшеклассники и понимающие учителя. Так 30-я школа приняла 126 мальчишек и девчонок. Вы пришли первый раз в школу, вы волнуетесь, для вас это новый, открывается мир. Сегодня день очень волнительный, очень интересный, насыщенный, но впереди будет учеба. А учеба это серьезный труд, подойдите к нему ответственно, но и с интересом, потому что каждый день будет приносить вам новые знания, каждый день будет приносить вам новые эмоции. Цените свою школу, берегите своих учителей. Сразу же после торжественной линейки ребята пошли в свои классы, и там для них прозвенел первый звонок. Глазки на меня. Ребята, я очень рада вас видеть. Вы сегодня идете в первый класс, первый раз. А в 41-й школе линейки прошли на улице. По традиции здесь для каждой параллели устраивают праздник, ведь в этой начальной школе учатся почти тысячи ребят, и каждый хотел вместе с родителями почувствовать атмосферу праздника и радости от возвращения в школу. В этом году в школе открыли 8 первых классов от А до З. К этому количеству учеников здесь готовится каждый год, ведь 41-я – одна из немногих школ в Зашекснинском районе. Для нас это для всех праздник большой, мы готовы к первому сентября. Школа закупила новые парты, новые стулья, учебники. И, в общем-то, школа готова в полном объеме, потому что кадры укомплектованы, учителя готовы осваивать новые программы, новые технологии. Поэтому я думаю, что год будет успешный. Сейчас в Череповце во вторую смену будет учиться почти каждый второй ребенок. Частично решить проблему поможет новая школа, которую планируют открыть в следующем году. Тогда в городе останется всего 26% учащихся во вторую смену. Через год у нас распахнет дверь и новая школа. И более полутора тысяч детей сядут за парты в новую школу. К зиме она будет полностью уже таким закрытым объектом, в плане того, что мы дадим туда отопление, для того, чтобы работы зимой отделочные велись в полном ходе. И к весне она была уже готова как строительный объект, и можно было из нее и строительного объекта делать образовательное учреждение. Всего День знаний в Череповце отметили почти 37 тысяч школьников. Из них 4 тысячи впервые в своей жизни. Сегодня занятия прошли в обычном режиме во всех 43 школах. Школы мы все подготовили к новому учебному году. Я сама лично контролировала ход подготовки. Мы готовились не только к началу учебного года, мы параллельно готовились и к отопительному сезону, чтобы все образовательные учреждения были безопасны, были укомплектованы учебниками, были укомплектованы кадрами, и приняли наших череповчан, юных череповчан. Анастасия Хаткова, Татьяна Жданова, Егор Плюснин, Сергей Павлов. Новости.